Глаголы нямя и биться называются глаголами похвалы и порицания. То есть нямя – это глагол для выражения похвалы, а биться – это глагол для выражения недовольства, порицания и так далее. То есть эти глаголы антонимы. Нямя переводят на русский язык как «как хорош». Слово «зэйт» я не перевожу, его вы уже знаете. Няма «зэйт» – это переводится как «как хорош зэйт». Биться абу-джахль – соответственно переводится как «как плох абу-джахль». Разумеется, в русском языке есть очень много средств для похвалы или для порицания, но в словаре выбраны вот эти слова, и в принципе это неплохой выбор. Коротко, ясно выражен смысл этих глаголов. Эти глаголы необычны по своей структуре, от них не образовывается настоящее время, и от них не образовывается глагол повелительного наклонения. Но эти глаголы ведут себя как самые обычные глаголы, когда речь идёт о женском роде. Иначе говоря, когда мы выражаем свою похвалу или порицание по отношению к кому-то из женского пола. Обратите внимание, как мы меняем эти глаголы. Например, вот такие случаи. Нямет, Зайнеб. Как хороша. При присоединении глаголу к букве Т мы понимаем, что речь идёт о женском роде. Нямет. Как хороша. Зайнеб. И, соответственно, БИСЭТ. Как плоха. Кто? СУАД. Эти два глагола часто встречаются в Коране, поэтому прошу вас их запомнить. На сегодня всё. Субтитры создавал DimaTorzok